Всем привет, мои любимки! Сегодня у нас 3 февраля. В Краснодаре немножечко прохладно. Ой, но я вам всё равно хочу показать вот эту красоту. Наш небольшой парк, по которому я хожу до работы. Ой, вообще красота! Так уютненько! Скамеечки стоят. Такие вот красивые, с кованными ножками. Очень люблю наш город, мои хорошие. Зима, а не чувствуется, что зима. Видите, какая красота! Иду за новым паспортом. Получается, на Северное. По Северное у нас находится наша служба миграционная, которая паспорта выдаёт на самом кладбище, на Всесвятском. И там ещё вам поснимаем. Это старинное кладбище. Там похоронено очень много известных людей Краснодара. Но если будет возможность, ну, сколько знаю, расскажу вам, кто там похоронен. Вот. Вот, мои хорошие, подхожу уже к паспортному столу. И вот, читаю надпись. Их нет, но они с нами всегда. Они завоевали это право быть вечно рядом с живыми. Это память солдатам, которые здесь покоятся. И там дальше я вам покажу вечно огонь. Они верили в светлое будущее своего народа и жизнь свою отдали в борьбе за счастье его. Вот, мои хорошие. Вечно огонь. Там даже солдаты стоят обычно. Вот. Здесь надписи, кто похоронен. Смотрите, моя хорошая вышла, получается, с паспортного стола. И вот такое вот красивое историческое кладбище. Я вот, честно, не знаю, сколько ему лет. Но здесь вот захоронение 1868 год, 1901. Очень красивое кладбище. Я здесь первый раз. Я считаю, как бы это реликвия Краснодара. Оно должно быть в идеальном состоянии. Здесь вековые прям могилы людей. Здесь похоронены архитекторы, известные казаки, которые огромный вклад внесли и в строительство, и в архитектуру строений нашего замечательного города. Вот. Семёнов Михаил Сергеевич, 1887 год. Смотрите, какие красивые. Наверное, даже уже людей, родственников этих могил не осталось живых. Потому что это прям очень историческое кладбище. Так, а вот какая красивая могила. Смотрите. Здесь 1921 год. Это уже ближе к нашей реальности. Хочу подойти к красивым памятникам. Посмотреть на могилы. Очень красивое место. вот здесь ребёночек захоронен. Так, пойду. Здесь могилочка. Простите, пожалуйста. встал. Смотрите, какая красивая. Коржевский Евгений Гаврилович 1881 год. Это представляете, сколько лет, да? Могиля. Здесь Козловская Александра. Тоже вот исторический памятник. Старому большевику Мельникову Василию Николаевичу 1891-1954 от жены и дочери и коллектива рыбок коптильного завода. Представляете, какая могила. Господи, все эти люди замечательные похоронены на этом прекрасном кладбище. Но оно настолько, мне кажется, надо, как архитектурный памятник. Здесь парень молодой Володя Мержанов. Тоже тысячи девятьсот восемнадцатый. Спи спокойно, сыночек. Мама. Тоже старинная старинная могила. Володя Ровный 1902-й год. Был убит 1 февраля 1918-е. Тоже дорогому сыну. все эти люди когда-то жили. Все эти люди когда-то радовались. Вообще кладбище это целая эпоха поколений. любимому любимому не забываем папочке. Тоже красивый памятник какой. Очень старинное кладбище. Ну, я вот так немножечко похожу, мои хорошие. Покажу вам могилки. вон, смотрите, птичка. Красавица черненькая. Видите, он там бегает. Лапочка все убежала. Пашин Александр Константинович 1907-й год. 1943-е. 1900-е, 1963-е. Здесь могила прям совсем-совсем старинная. Есть прям вот ближе уже к нашему времени. Вот такая тропинка ведет через кладбище. Вот здесь, по-моему, небольшая значит часовня или нет. Сейчас я посмотрю. Вот здесь, смотрите, могила какая интересная. Прапорщик Тихвинского полка ударного батальона Андрея Михайлович Румянцев. Видите, какая могила. Вот красивая, смотрите, Шаповалова. Если человек поставил перед собой цель, то он своей цели добьется. Так думаю и я, что я тоже буду врачом. Из личной записи Люси. Дорогая Люси, ты мечтала быть врачом, но жизнь твоя прервана убийцей, извергом и палачом. Господи. Вот такая вот могила, видите, сами могила рассказывают свои истории. какая красота. Вот небольшая такая, видите, небольшой такой вот приход церковь. Церковь. Там так, это походу могила. кресту твоего поколения. Это же не знаю, мой хороший. Ну это как бы там вот свечечки ставят. А вот здесь могила прям вообще старинная, старинная. Смотрите, тут, мне кажется, даже уже надписи не сохранилось. Пилипен Канаде, 1936 год. вот такая вот, смотрите, какая красивая здесь то ли могилка, то ли так, сейчас мы прочитаем, что это за церковь. на всем камене созиджу церковь мою и врата антова не одолеют я от Матфея. Ну да, это приход церковный. Это на кладбище вот приход такой сделали для людей, которые здесь покоятся. Гавриленко Павел Павлович 1948 49 мои хорошие, видите, само кладбище потихоньку рассказывает про людей, которые здесь похоронены на памятниках надписи. Вот церковь, смотрите, мои хорошие, видите, вот церковь, приход. Вот вот такие старинные могилы, видите, они простояли века. Это получается там дальше вообще заброшенное. Прям видите, очень сильно заброшенное. так, мои солнышки, кладбище оно немаленькое у нас. Я немножечко вам показала сколько здесь людей похоронено разных эпох, разных столетий. Видите, деревья какие. так, а здесь Джебраилову, Фёдорову, Сище, Матрёна, Михайлову. Это 1909-1888. Махлова, Анфея Дмитриевна. Тоже какая красивая могила. Ну, что, мои лапочки. нам нужно потихонечку возвращаться. Вот такое вот у нас старинное кладбище Краснодара. Всесвятское. Ну, вот, мои хорошие, я нахожусь ещё на другом участке этого же Всесвятского старинного кладбища. Вот, смотрите, какая интересная могила. военная лётчица Варваря Савельевна Ляшенко. 1917 год, 43-я. От красных следопытов школы номер 6 Краснодара. Смотрите, какие здесь знаменитые люди, какие известные люди похоронены на этом кладбище. А мы ходим рядом и ничего не знаем. Герой Советского Союза, полковник Егоров Василий Васильевич. Вот. Ветеран Великой Отечественной войны. Немножечко отсвечивает солнышко. Здесь похоронен танкист гвардии полковник Мельничук Мирон Тихонович. Погиб смертью храбрых в боях с немецкими фашистами захватчиками на томане. Вот такой вот отважный человек. 1905-1943 год. Полковник Мартемянов Владимир Изн Иузмич от жены детей офицеров Бранденбурга. Тоже смотрите какая интересная могила старинная. Все эти люди замечательные, доблестные. Я так поняла здесь больше военных людей. похоронена. Вот какая красивая могила или обелиска да, это в честь героев. Подполковники великий исторический пример беспредельной храбрости и мужества проявил пролетариат под руководством ВКЛ в классовой борьбе. Это целая эпоха. Вот какая могила. Смотрите Блинову Федору Арсентьевичу кавалеру многих орденов отдавшему службе. Смотрите какая могила. Вот мои хорошие смотрите еще могила генерала лейтенанта авиации Тельнов Константин Иванович 1902-1957 это всегда с нами верный друг и от получается жены и детей такая вот могила историческая очень достойного человека здесь здесь хожу еще поснимаю и уже мне надо идти мой хороший Попов Марк Апнарович погиб от рук немецких оккупантов хожу тоже видите здесь похоронены в основном люди старинные старинные могилы вековые там очень исторические могилы просто туда уже сложно дойти моя хорошая вот такой вот небольшой обзор вам сделала нашего исторического кладбища видите здесь люди ходят тоже проводят лекции рассказывают о том кто здесь похоронен сколько лет этому кладбищу ну вот здесь наша служба миграции сидит население паспорт выдает все а там дальше уже получается центр города ну все мои лапочки до встречи на моем канале всех люблю целую